Зимняя подкормка пчел. Что это, как и для чего она делается? Об этом мы и поговорим в данном видео. Зимняя подкормка значительно отличается от летней и весенней подкормок. Так как летом и весной мы кормим для того, чтобы пчелосемьи наши просто развивались. То есть основная цель это развитие пчелосемей. А зимой у нас цель только одна, чтобы семья у нас выжила. То есть вопрос стоит ребром. Либо голодная смерть, либо полусытая жизнь. Что же такое зимняя подкормка пчел? Объясню на простом примере и проведу аналогию с человеком. Представьте, что вы и ваша семья весь сезон работали. Вы садили картоху, садили чиполлино, еще там разное всякое делали закатки. И потом к осени сын вам говорит, батя, нафига оно нам сколько надо? Давай мы его все продадим. И вы попродавали все нафиг, оставили себе две банки огурцов, мешок картохи и мешок чиполлино. И вот зима уже переваливает за средину. И вы смотрите, что картоха-то закончилась. Чиполлино-то съели. Вино уже все попили. И что? Как-то вам голодно? А дороги позаметало. Снег кругом. И что же делать? Приходится либо одалживать у соседей, либо, если соседи такие же, как и вы, то нужно звонить в какие-то благотворительные фонды, чтобы вам с вертолета сбрасывали еду. Чтобы вам хоть немножко что-то к весне хватило. Чтобы вы попросту не умерли. У пчел все происходит точно так же. С той только разницей, что у них нет сына-советчика. У них есть свой гуру. Это пчеловод, который либо по неопытности отобрал у них много меда, либо банально пожадничал и собрал у них весь корм. И если не применить к этим семьям гуманитарную миссию, то до весны они попросту не доживут. Вот такая вот история. Ну и сразу хочется сказать, что зимняя подкормка пчел не есть обязательное действие. То есть это не есть стопроцентная рекомендация, что вот если зима пошла к концу, значит нужно обязательно кормить пчел. Расскажу немножко о своем опыте. За больше как 15 лет пчеловождения я кормил семьи зимой, ну может раза 4, ну может 5. Расскажу почему. Первый раз я кормил по неопытности. То есть все кормят и я кормлю. Спрашивают, ты кормил? Я нет. Да ты шо, семьи пропадут, срочно нужно кормить. И я как придурок бегу к ульям, ложу решетки, ложу мед и считаю, что это хорошо. Потом по весне заглядываю, мед этот весь порастекался по рамкам, по пчелам. И в рамочках есть еще у них свой мед. И я не понял, зачем я их кормил. В другие года я уже делал подкормки зимние вынужденно. То есть либо год был засушливый, либо что-то я откачал многовато. И нужно было зимой проконтролировать, хватит им корма до весны или нет. Как понять, что пчел уже нужно зимой подкармливать? Если вы не уверены в том, что вашим пчелам хватит корма до весны, то тогда стоит заглянуть в улей. Погода сейчас хорошая, где-то плюс 10. И можно заглянуть в улей, но только быстро. Пойдемте. Итак, как же понять, что у пчел мало меда? Очень просто. Мы смотрим на расположение клуба. Как мы знаем, что клуб у нас формируется спереди, возле литков и снизу. Потом он поднимается вверх и плавно двигается назад. Естественно, если клуб у нас находится сверху и у задней стенки, значит они мед уже весь съели. И их нужно подкормить. Давайте посмотрим на данной семье. Мы видим, что пчелы находятся у нас спереди, возле литка. И до задней стенки им еще очень много. Сидят они на раз, два, три, четыре, пять, на шести рамочках. Лепешка от акарапидоза. Начали потихонечку уже ее подъедать. Хорошая семья. Закрываем, оставляем в спокойствии. Подкармливать их не нужно. Посмотрим следующую семью. Ну вот еще одна семья. Литок у нас там. Открываем, смотрим. Тоже хорошая семья. Располагается она раз, два, три, четыре, пять, на шести рамочках. Клуб у нас находится где-то посредине. К задней стенке еще место есть. И он как бы еще внизу. Когда он подходит вверх, то прямо здесь вот такая вот горка получается. То есть кормить их тоже еще не нужно. Закрываем, оставляем в спокойствии. Очень хорошая семья. Здесь видно, что лепешечку от акарапидоза тоже уже начали сгрызать. До весны ее здесь не будет. Все вот эти семьи, это в прошлом году были отводки. Которые переросли в нормальные, полноценные семьи к осени. И они прекрасно перезимуют. Ну сейчас еще одну семью глянем. Ну и на этом все. Ну и если мне не изменяет память, то вот эта семья была послабее. Зимой мы не применяем никакого дыма. Вот эти вот уже видно, что у задней стенки и сверху. И довольно-таки активные. Вот этим нужно дать уже под корм. Закрываем, а то сегодня тепло. Будет преждевременный облет. Ну и сейчас еще гляну отводочки на четырех рамочках у меня есть. Вот здесь у меня, ну то ли на трех, то ли на четырех рамочках. Два отводочка через перегородку. Ну и посмотрим их. По идее, если в семье все нормально, корма у них в достатке, то они сидят тихо. А если корма мало, то у них чрезмерная активность. Вот предыдущая семья была. Видно, что они прямо, ну очень буйные. Они сразу начинают разлетаться. Здесь как бы сидят все четенько, нормально. Раз, два, три, на четырех рамочках. И прекрасно они сидят спереди, возле литка. То есть к задней стенке им еще двигаться очень далеко. Закрываем, оставляем в спокойствии. Вот эти отводочки сто процентов перезимуют. Я такие уже делал в прошлом году. И мне в принципе понравилось. Здесь потом один отводок мы отсаживаем. А здесь получается как полноценная семья. Летная пчела сюда возвращается. Ну а тот, который мы отсаживаем, сразу подусиливаем. Ну и получаем весной две хорошие семьи. Вот. Как мы видим, клуб у нас сформировался вот здесь. То есть здесь сидят на трех рамочках. И здесь сидят на трех рамочках. Потому что им так теплее. Тоже корма предостаточно. Закрываем, оставляем в спокойствии. Вообще, если вы корма оставили нормально, то до конца февраля месяца семьи тревожить не стоит. Ну а сейчас я расскажу о способах зимней подкормки пчел. Способ первый, самый простой. Если вы видите, что в какой-то семье меда мало, а в другой семье меда много, то мы у одних отбираем, другим даем. Берем медовую рамочку и ложим прямо сверху над гнездом. Либо же из рамочки вырезаем полоску и ложим ее тоже над гнездом. Подлаживаем реечку. Можно подлаживать, можно не подлаживать. Я, например, никогда не подлаживал. И пчелы прекрасно все выедают. С одной стороны, потом можно перевернуть. Бывает такое, что выедают с одной стороны, а потом сами выедают с другой стороны, и даже матка здесь уже и засевает. Вот такой простой способ. Способ второй. Если у вас нет меда в рамках, но у вас есть резервный бидончик, у меня, например, всегда стоит резервная бочка в зиму, на всякий случай, то мы тогда просто берем, набираем мед, ложим его в обычный пакетик, немножко вот так размягчаем, сплющиваем, и ложим тоже над гнездом. Заранее можно пробить вилочкой дырки, можно ничего не делать, в принципе, они прогрызут и сами. Я, например, никогда ничего не пробивал, и они прекрасно все выбирают. Если, скажем, мед просто ложить на рамочки, он 100% начнет по рамочкам течь, и по рамочкам, и по пчелам, что не есть гуд. Пробовал я когда-то ложить на решеточку, все равно он протекает, так что лучше положить в пакетик и на гнездо. Вот такой вот простой способ. Ну и способ третий. Он или для тех, у кого мало меда, или для жаден. Нужно сделать кандерик, то есть канди. Как проще всего его сделать, если вы не знаете пропорций, ни у кого проконсультироваться? Самый простой способ. Берете мед, ну, например, кастрюльку меда. Ставите в духовку и разогреваете, чтобы он стал полностью жидкий. И потом горячий мед наливаете в какую-то мисочку, и начинаете засыпать туда сахарную пудру. Сразу можно перемешать лопаточкой, ну, а потом начинаете вымешивать точно так же, как тесто. Вымешивание продолжается до тех пор, пока наше канди не станет плотным, как тесто. То есть оно должно лежать вот так горочкой, не должно расплываться. Если вы его сделаете чересчур мягким, то оно в улье, когда пчелы начнут его подогревать, начнет опять же стекать по рамочкам, что нежелательно. Поэтому лучше замешать его немножко крепче. Ну вот, в принципе, и все, что касается рецептов зимних подкормок пчел. Если вы оставили пчелам в зиму нормальное количество кормов, то как бы до конца февраля месяца туда заглядывать нечего. Лично я начинаю интересоваться этим вопросом где-то в середине марта. И то очень так щадяще. Быстренько приоткрыл, посмотрел, закрыл. Кому нужно, быстро положил, закрыл. То есть я ничего не вытаскиваю, ничего вот так вот не рассматриваю. Чем меньше мы тревожим пчел зимой, тем лучше они будут развиваться весной. Ну а более детальный какой-то осмотр это я провожу уже где-то в апреле месяце. Когда действительно стоит уже теплая погода, снегопадов нету, жизнь возрождается. Итог. Лично я считаю зимнюю подкормку пчел вынужденной, малоприятной мазониной, которую желательно избегать. Есть простые советы, как не прибегать к зимней подкормке пчел. А это оставить нормальное количество меда пчелам в зиму. Какое же количество меда нужно оставлять? Это от 15 до 20 килограмм меда на семью. Этого вполне хватит фактически в любом климате, при любых погодных условиях до весны. Ну а весной уже можно дать и крепенький сиропчик. Вот такая вот история. Кому понравилось, кому не понравилось, всем пока, подписка, ждите новых интересных видео. Спрашивают, ты кормил? Я, нет. Да ты шо, пчел, да ты шо? И зимой нужно проконтролировать. Съеду. То есть основная цель, это развитие. То есть первые разы мы делаем пчелам. Ну и сразу хочется сказать, что зимняя подкормка, подкормка. Все кормят, и я кормлю. Спрашивают, ты кормил? Я говорю, нет. Я пчел кормил, раза четыре кормил. Объясню на простом примере. Примере. Ну а сейчас я расскажу о... Вообще... Ну что, очередной день окончен. Очередной день окончен. Очередной красивый закат. Оп. Поймал. Солнце.